Более 20 лет монастырская пекарня печет вкусные куличи по традиционным рецептам. Считается, что выпечка получится высокой и сдобной, если готовить ее только со светлыми мыслями. Кулич выпекается издобного дрожжевого теста. Сверху украшается сахарной пудрой или глазурью с надписью «Хэве». Приготавливается пасхальный хлеб исключительно из освещенной муки. До сегодняшнего дня используют старинный метод закваски. Мы не используем быстрые дрожжи, улучшители, разрыхлители. У нас только все натуральное. Да, это труднее, да, это сложнее. Да, мы не можем выпечь столько, сколько могут выпечь куличи другие производители, потому что все быстро. У нас куличи выстаиваются определенное количество времени. Освещать куличи и посещать вечернюю службу принято Великую Субботу. В этот день происходит схождение благодатного огня в храме Гроба Господня. Пасхальную службу во всех храмах совершают ночью. В Великую Субботу во всех также храмах утром совершается божественная литургия чином святителя Василия Великого, по окончании которой также во всех храмах будут совершаться освещения куличей, яиц, пасах. В воскресный день в 16.00 у Вознесенского кафедрального собора состоится встреча благодатного огня, по которой будет начато совершаться Великая Вечерняя пасхальным чином, и начнется крестный ход по главным улицам нашего города. В связи с этим с 16.30 до 18.30 на его маршруте от Свято-Вознесенского кафедрального собора до Спасо-Преображенского мужского монастыря будет ограничено движение транспортных средств, кроме общественного транспорта. Вадим Уколов, Артем Корнилов. Наши новости. Вадим Уколов, Артем Корнилов. Наши новости.